Привет, с вами Сойер, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим о том, как правильно использовать кис в своей работе. И досмотрите это видео до конца, именно там будет дан нужный ответ. И сразу скажу, что все видео публикуются параллельно в Telegram, там идет обсуждение, и там же я отвечаю на вопросы. В комментариях к видео на YouTube я больше не участвую, поэтому заходите в Telegram, ссылочка будет внизу в описании, и там мы пообщаемся. Ну а теперь давайте поговорим про кис. Что же это такое? Я думаю, многие знают, что кис это сокращение от keep it simple stupid, или мне больше нравится keep it simple as possible, то есть оставляя это как можно проще и понятнее. Все дело в том, что если вы начнете спрашивать людей, что такое кис, то услышите разные ответы. И очень многие будут сводиться к тому, что все-таки кис это что-то из серии принципа ягни. То есть вам не нужно, возможно вам это не нужно, если так упрощенно и произвольно перевести, то есть не делать лишнюю работу, не выполнять каких-то дополнительных действий, и не делать чего-то, что вам может на практике не пригодиться. С одной стороны да, но с другой стороны есть еще и другие ответы. Например, слово оптимизация. Вот здесь это один из вариантов, который тоже часто приводит в сочетание с кис. То есть если мы что-то хотим сделать просто, нам нужно что-то оптимизировать, сделать так, чтобы проще уже было некуда. Но оптимизация, она не бывает сама по себе, бывает направление оптимизации. Например, производительность. То есть нам нужно, чтобы это решение было максимально простым в плане скорости работы. То есть чем меньше фич мы делаем, чем меньше сложности мы добавляем, тем быстрее все работает. То есть не в плане того, что мы оптимизируем скорость какой-то конкретной фичи, а в плане того, что мы делаем оптимизацию набора фич, уменьшаем. И в этом смысле мы продолжаем вот эту идею с ягни. Либо нам нужно оптимизировать сложность. То есть мы хотим, чтобы все, что мы делаем, было достаточно простым и понятным. Либо мы хотим оптимизировать размер. Ну то есть мы хотим, чтобы у нас было меньше кода, было меньше, соответственно, мусора, меньше различного лишнего и ненужного. И опять это вроде как сочетается с ягни. То есть вот этот пример с тем, что мы должны выкинуть все ненужное, сделать оптимизацию в этом направлении. То есть сделать, чтобы все работало достаточно быстро, потому что нет лишнего. все работало достаточно просто, потому что нет лишнего, все работало бы и было, и занимало мало места, это все вот различные оптимизации, которые очень тесно взаимодействуют с принципом «вам этого не нужно», да, возможно, вам этого не нужно. Вот, это первая часть, которая, в общем-то, не встречает никакого сопротивления, никакого отторжения, все с этим согласны. Дальше наступает еще один вопрос, а что с техническим долгом, то есть можно ли кисло отнести технический долг? Я тоже встречал таких людей, которые считают, что просто это когда вы не должны в техническом плане вашему решению, то есть у вас все находится в нормальном состоянии, вы не задолжали ни по версионности, ни по реализации технологии, то есть у вас все в соответствии с принятыми решениями, и чем ближе вы к тому, чтобы делать все по правилам, по имеющимся технологиям, тем проще ваш процесс, то есть это вопрос о том, что простым должно быть не решение, не результат решения, а именно сам процесс создания этого решения. Это тоже относится к кис, потому что кис может применяться ко всему, и к коду, и к разработке, и управлению людьми, и вот технический долг – это один из вопросов, то есть нам нужно максимально просто организовать работу так, чтобы мы не отставали по версиям, не усложняли сами себе жизнь, не откладывали на будущее то, что нужно сделать сегодня, и все это вроде как тоже относится к кис. И туда же можно еще добавить обучение и саморазвитие. Вообще эти пункты идут по мере убывания, то есть чем сложнее и реже люди говорят про эти вещи, связывая их с кис, тем, соответственно, они находятся ниже по этому списку, но тем не менее кис – это и про обучение и саморазвитие, то есть человек, который не может или не хочет саморазвиваться, он, соответственно, не может давать интересные простые решения. И мы интуитивно понимаем, что кис – это про какую-то интеллектуальную деятельность, которая позволит нам не делать ничего лишнего, не усложнять себе жизнь, сделать, чтобы все было как можно проще. И здесь мы сталкиваемся с тем, что такое интуитивное понимание, а я думаю, вы к этому моменту, кто дослушал, частично или полностью согласны с этими вещами, которые я озвучил. Здесь возникают проблемки. И первая проблемка заключается в том, что простой путь открывается только тем, кто уже прошел трудным. Это замечательная фраза, которая говорит о том, что мы, только оборачиваясь назад, можем понять, было наше решение простым или оно было сложным. И не имея сложного решения, мы, соответственно, не можем сказать, простое ли наше текущее решение. То есть, когда мы начинаем копать в глубину и пытаться понять, делаем ли мы что-то просто, преследуем ли мы этот принцип, реализуем ли мы этот принцип на практике, мы начинаем усложнять свою жизнь тем, что нам нужен эталон. Без эталона сказать, делаем ли мы в соответствии с кис или нет, ну, очень сложно. То есть, нам нужно все-таки от чего-то оттолкнуться, и отчасти вы смотрите это видео, потому что вы пытаетесь понять, а как применять кис? Ну, то есть, понятно, что нам нужно не усложнять, да, а как это не усложнять? И вот оказывается, что самая большая проблема в том, что мы что-то делаем и только после этого можем понять, было сделано просто или сложно. Вторая проблема заключается в том, что мы стараемся, как разработчики, всегда идти эволюционным путем, то есть и в принципе писать код неэволюционно очень сложно. Мы всегда отталкиваемся от того, что мы делаем какую-то минимальную реализацию MVP, потом начинаем ее усложнять. Но все дело в том, что даже делая каждый шаг простым на пути этого движения, мы в конечном итоге усложняем решение. То есть чем больше шагов, чем больше кода участвует в решении, тем более сложным становится это решение. И даже если мы каждый шаг сделали просто, и нам казалось, что мы движемся в правильном направлении, мы ничего не усложняем, мы просто самим фактом движения, самим добавлением нового кода усложняем решение. И не делать это невозможно. Эволюция не позволяет нам нашего проекта остановиться и сказать, все, вот наш проект достиг нужного оптимального уровня, и дальше мы его развивать не будем. То есть я таких проектов не знаю, все проекты постоянно находятся в движении, в развитии. И, соответственно, это развитие порождает сложность. И, соответственно, уже изначально простой и понятный пример проекта или работающий MVP становится сложным. Поэтому движение вперед, оно всегда влечет за собой усложнение проекта. Дальше мы начинаем думать о том, что было бы хорошо найти такую золотую середину, когда мы, в общем-то, все делаем правильно, и у нас проект с технического, с позиции технического долга не нагружен. И он работает быстро, и мы хорошо разбираемся, и быстро его сопровождаем, и новые фичи легко внедряем. Но оказывается, что на практике этой идеальной точки найти очень сложно и невозможно. То есть мы вроде как хотим, чтобы у нас все было просто, легко. Это наше внутреннее желание использовать кис. То есть мы считаем, что кис – это один из способов получить удовольствие от того, что ты делаешь, не делая неприятных вещей, да, то есть не создавая себе проблем в будущем. То есть есть вот опять же такое ожидание, что мы сейчас найдем какую-то золотую середину, или нам помогут профессионалы, такие как я, например, да, найти эту золотую середину. Вот слушая вот это видео, вы придете к выводу, что вот так это можно найти. На самом деле проблема в том, что эту золотую середину практически невозможно найти, потому что оптимизация, о которой идет речь, чтобы вот все было просто хорошо, это само по себе достаточно сложно. Да, это функция многих-многих-многих переменных, и найти ее оптимальную точку практически невозможно. Поэтому мы всегда сосредотачиваемся на чем-то одном. И самое неприятное, что мы живем в изменчивом мире, и то, что нам казалось простым сегодня, оказывается уже не таким простым завтра. То есть когда у нас маленький проект, вот эта фраза замечательная, маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, большие бедки. Все дело в том, что когда у нас проект маленький, то и проблем у нас не так много. Он понятный, легкий, и нам кажется, что мы все здорово делаем, мы делаем все по кис, потом ситуация меняется, появляются новые фичи, появляются новые разработчики, и оказывается, что наш проект вообще никак не готов к тому, чтобы его расширять. И проблема оставаться в простой парадигме, то есть делать все просто, искать максимально простые решения, насколько это возможно, становится все труднее. То есть мы не можем сделать решения сегодня так, чтобы завтра нам не пришлось их переделывать. А любая переделка воспринимается как какая-то сложность. Ну и самое, конечно, простое в этом смысле, перестать относиться к рефакторингу и усовершенствованию проекта, к его переделке, как к усложнению. Наоборот, это вот как раз один из основных элементов разработки кода, когда мы меняем сложные решения на более простые и делаем это постоянно. То есть нельзя просто сегодня принять какое-то решение, которое в будущем нам позволит легко и просто внедрять изменения в наш проект, то есть оставаться вот у этой парадигмы. Окей, то есть мы поняли, что, в общем-то, сложно, не имея готового решения, сказать заранее, что мы делаем все правильно, да, что мы движемся в нужном направлении или ненужном направлении. И мы как-то надеемся, что кис нам должен в этом помогать, но он как-то не очень помогает, потому что все меняется, все происходит вот так вот бурно и нестабильно. И оказывается, что то, что нам казалось простым, оказалось в итоге сложным, потому что сложность накапливается, условия меняются, проект растет. И это вот такая нестабильность, она постоянно нас преследует. И все это мы говорим про кис, про понимание, то есть мы сейчас пытаемся прийти к пониманию того, что же есть такое кис, да, то есть мы поговорили про принцип ягний, про то, что вот у нас есть сложность в принципе от того, чтобы остаться вот этой парадигме, максимально упрощать себе жизнь, да. В чем же противоречие? Почему мы так много тратим на то, чтобы просто даже осознать, что такое кис? Как нам с этим жить? Как нам двигаться вперед? И все дело в том, что поиск простого решения это сложный процесс, то есть оказывается, что если мы возьмем математику, то изначально какие-то доказательства, каких-то теорем, больших теорем, не маленьких, а именно больших сложных теорем, они очень ужасные, они очень сложные, и потом вот этого сложного начинается вычищение, выкидывание всего ненужного и приходит к простому варианту. То есть сразу прийти к простому варианту, к простому решению в реализации невозможно. Это первое, с чем нужно смириться в кис, что нам все равно в коде придется в решении, в написании кода делать всегда вещи, которые нам потом придется упрощать, рефакторить, эволюционировать. И если мы захотим сделать сразу, вот с первого раза, с частовика, что называется, с первого дубля, что-то просто, то мы породим очень сложный процесс, это начнется процесс думчивого и последовательного исследования вопроса, рассмотрения, опять же, каких-то промежуточных стадий и так далее. То есть сделать что-то просто, это сложно, и вот это основное противоречие. Поэтому кис, это все-таки не про то, чтобы сделать сразу с первого шага, не доставляющее в будущее решение проблем, да, то есть чтобы вот сейчас мы сделали, все просто, все классно, и все, потом живем как в раю, да, что называется. Нет, это все-таки о том, что нам нужно оставаться в некоторых практических и важных вещах, да, в простых шагах, которые постоянно нужно выполнять снова и снова, и если мы это все делаем, то мы, в общем-то, облегчаем свое состояние, да, то есть это такая неточная, нечеткая последовательность действий. Но давайте поговорим о чем обычно говорят, когда вот пытаются вот эти действия по тому, чтобы оставлять программу в легкой парадигме, да, вот в этом, в простом варианте решения. Первое, что говорят, это про универсальность. Ну, мол, не ищите универсальных решений, делайте максимально все в лоб. И мне вот здесь приходит на ум такая мысль, что на самом деле мы, разработчики, всегда немножко с универсальностью лукаем. Потому что простое и универсальное решение лучше, чем простое и неуниверсальное. Я вот привел такой совершенно идиотский пример. Если нам поставили задачу, напишите функцию сложения чисел 5 и 6, вот здесь я ее реализую, да, то есть по кису очень часто мы слышим, делайте то, что вам говорят. Вот вам поставили так задачу, значит, вы ее так и сделаете. И вот здесь в этой функции, да, действительно мы взяли 5, сложили 6, назвали функцию в соответствии с тем, что мы делаем. Но мы с вами понимаем, что этот вариант абсолютно абстралютно никак на практике нам не нужен, да. И в действительности, если мы возьмем некие задания в жизни, которые нам поступают, они вот именно так и построены. То есть мы как разработчики понимаем, что у них нет продуманного интерфейса, нет абстракции, вокруг которой мы выстроили бы нашу логику. А программисту всегда нужна абстракция, хотите вы этого или нет. Поэтому второй вариант, который сделает разработчик, он будет более универсальным, потому что он будет более абстрактным. Мы уйдем от конкретных значений, мы сосредоточимся именно на задаче сложения. Потому что нам, по сути, не важно, какие числа складывать, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Для нас, как разработчиков, в данном случае важно сосредоточиться на том, что мы делаем, а не то, с чем мы делаем. Это все-таки шаг к универсальности. Когда мы прорабатываем интерфейс, когда мы прорабатываем абстракцию, когда мы делаем тесты, это все шаг к универсальности и к абстрагированию, построению модели того, что мы делаем. В программировании без модели жить невозможно. Поэтому вот этот совет, что избегайте всякой универсальности, он скорее о том, что не нужно городить сразу сложное, большое решение на все случаи жизни. Он не про выделение абстракции, он про учет всех случаев, вариантов использования вашего кода. И все-таки в этом случае программист опять находится в ситуации, когда он должен найти баланс. И в этом, кстати, одна из основных проблем с КИС, что поиск баланса, он никуда не денется, поиск абстракции, он никуда не денется. Это ежедневная часть работы программиста, и ее нужно уметь делать хорошо. Главное в этом процессе иметь некую разумную точку остановок. И вот здесь мы приходим еще к одной интересной мысли, что универсальное все-таки это про абстракции. Но есть еще такая штука, как простое и идиотское. Но на самом деле, если мы вдумаемся, то поставленная задача, она поставлена просто совершенно без грамота. Потому что здесь по факту нет никакого сложения. Здесь у нас есть константы. Любой, даже самый-самый-самый-самый непродвинутый интерпретатор или компилятор увидит вот эту подмену и заменит 5 плюс 6 на константу. А программист еще может пойти дальше и вообще заменить это в своем коде на константу, которую будет использовать. Потому что задача не продумана. Она поставлена, как я уже до этого говорил, идиотски. И КИС, он не говорит о том, что задачи должны ставиться как придется. То есть задачи, тем не менее, должны быть поставлены тоже просто, но осмысленно. То есть нельзя сказать, что КИС это про рандомную постановку задачи, и потом тупое ее исполнение, и на выходе получится что-то хорошее. Если задача поставлена криво, если мусор на входе, то будет мусор и на выходе. Поэтому это не про то, что у нас все задачи могут ставиться как угодно. КИС это про то, что все задачи должны выполняться в соответствии с требованиями, которые у нас есть в проекте, и выполняться без дополнительных фантазерств, создания велосипедов и так далее. Это еще одна важная мысль, которая мне кажется важна для построения приложения по принципу КИС. Дальше это проверенное или новое. Это на самом деле любимая тема, потому что первое, что всегда говорят, не нужно делать велосипеды. Потому что если у вас есть проверенное готовое решение, это всегда лучше, чем собственное решение, которое не проверено, не протестировано, еще непонятно, как оно заработает. Но не всегда возможно сделать так, чтобы у вас можно было использовать старый код. Очень часто есть какие-то вещи, которые мешают использовать старый код, тогда приходится к нему добавлять новый, либо вообще писать его с нуля. И самое важное, что готовый протестированный код, как правило, лучше, но это не точно. То есть мы, имея готовое решение, как правило, выигрываем в скорости производства кода, мы не усложняем себе жизнь, мы используем повторный код. И это, в общем, основная идея, которую, наверное, в рамках КИС следует использовать. Максимально использовать готовое, потому что это самый простой способ получить результат при соизмеримых разумных затратах. То есть опять это поиск компромисса, что мы должны понять, есть ли у нас проверенное, готовое, хорошее решение, готовый фреймворк, готовая библиотека, либо нет. И это, опять же, в сторону все того, чтобы упростить нашу с вами жизнь и не преследовать каких-то сложных решений. Ну и еще один важный момент. Очень часто простые решения могут быть промежуточными, но сумма, как я уже говорил, промежуточных простых решений в итоге дает сложные решения. Поэтому простота должна быть в конечном итоге. Когда мы говорим о простоте, мы говорим уже о фиче, которая максимально проста, не содержит лишних, ненужных деталей, выполняет требования заказчика, и мы понимаем, как она работает. И, в общем-то, здесь мы понимаем, что если результат у нас получился сложным, а каждый из шагов, который привел к этому результату, был простым, то это не то, что нам надо. В конечном итоге у нас должен быть промежуточный вариант, который, независимо от его сложности, в конечном итоге приводит к простому решению. Это важно, чтобы получить простое решение в конце, потому что вы можете, ваш путь размышления и получение простого решения, как я уже сказал, вследствие того, что простые решения не сыпятся на нас сразу, мы должны к ним прийти. И сначала, возможно, получить более сложное решение, а потом его упростить. Поэтому простота – это результат работы разработчика, работы над фичей или на части приложения. И в этом смысле мы применяем проектирование, тесты, рефакторинг для того, чтобы в конечном итоге получить простое решение. Это важно. Дальше я еще хочу сказать о важной вещи, что на самом деле, говоря о том, что просто или сложно, мы можем оказаться в разных ситуациях. Вот здесь я привел простой график. Например, когда мы говорим о универсальном коде, о выделении каких-то абстракций в виде библиотек, то оказывается, что на ранних этапах существования команды, когда численность команды у нас небольшая, то и библиотек не должно быть много, потому что чем более разрознен наш код, раскидан по разным репозиториям, тем сложнее его читать, тем сложнее его понимать. Но по мере роста проекта у нас растет и численность команды. И уже чисто технически совмещать все аспекты разработки кода в одном месте, в одном репозитории, даже если это монорепозиторий, его все равно нужно структурировать. И структурирование достигается за счет выделения библиотек. Поэтому при определенной численности команды нам удобно, когда библиотек немного, когда мы не разделяем ответственности, не проводим границы, а работаем с небольшим репозиторием, которым всем все понятно. Потом репозиторий становится больше, команда становится больше, нам уже нужно больше библиотек. И вот эта вот простота, она всегда для каждой ситуации своя. Очевидно, что вот здесь вроде как сложность возросла, потому что мы куда-то вверх, в сторону увеличения библиотек, увеличения команд. То есть у нас всего стало больше, а если у нас стало всего больше, то управлять стало сложнее. Но мы не можем оставаться вот в этой точке. То есть вот в этой точке мы не можем оставаться постоянно. Проект будет развиваться с течением времени, и наша сложность будет расти. Другой вопрос, что важно, чтобы этот момент был оптимальным. У нас есть и другие. Мы можем еще больше сделать библиотек, несоизмеримо больше, чем у нас численность команды. Либо наоборот, усложнить себе жизнь тем, что будет команда друг другу мешать, когда у нас мало библиотек, не проведены, не разделены обязанности, и люди работают фактически над ним участком кода, и несколько десятков человек будут мешать друг другу работать. В общем, поиск оптимальной точки – это тоже задача KIS. И в зависимости от той ситуации, которая у нас есть, она, соответственно, будет разная эта самая точка. Ну и теперь самое важное. Я говорил, что ответ о KIS будет в конце этого ролика, потому что я вам сейчас достаточно много рассказал в своих соображений, как сделать так, чтобы принцип KIS реализовывался в проекте, какие аспекты у него есть, какие сложности есть, что мешает и так далее. Но смысл в том, что я тем самым нарушил сам принцип KIS. Все дело в том, что я сделал какое-то сложное объяснение достаточно простой вещи. И все дело в том, что я, в общем-то, должен был ограничиваться простым ответом на простой вопрос. Для чего нужен KIS, как его идеально применять? Так вот, KIS, и это правильный ответ, это принцип, который позволяет вам руководствоваться руководствоваться небольшим количеством решений для принятия итогового результата, для принятия итогового решения. И в большинстве случаев вполне себе достаточно учитывать всего три аспекта для того, чтобы оставаться в рамках KIS. Первое, решение должно быть протестировано. Я не говорю о корректности, потому что протестированное решение не всегда корректно, но протестированное решение, оно достаточно надежно, и, соответственно, если у нас есть протестированное решение, этого уже достаточно. дальше оно должно удовлетворять требованиям заказчика мы не делаем приложение ради приложения мы делаем ради тех людей которые будут им пользоваться для того чтобы все-таки внутреннее содержание тоже отразить есть еще один пункт кроме того что заказчик должен быть доволен у нас должны быть еще довольные коллеги которые должны понимать как работает наше с вами решение для этого есть и review кода то есть второй шаг все в в рамках нашей команды должно быть открыто и мы должны понимать кто что делает и к чему приводит результат и третье это экономия времени на расширение функциональности и на сопровождение если мы выполняем вот этих три условия это вполне достаточно чтобы говорить что мы работаем по принципу кис мы не усложняемся жизнь мы не усложняем жизнь заказчику и не пытаемся сделать какую-то формализацию глубокое исследование вопроса что такое кис как он работает как он влияет строить какие-то графики потому что все это не про кис это про осмысление которое в общем то в данном вопросе не нужно есть специальные методики по построению и сопровождению проекта есть методики по управлению командами вот там это все уместно а кис это про несколько простых правил которые мы должны выполнять и получать наши результаты вот такое мое мнение что такое идеальный кис надеюсь вам было интересно с вами был сойер до свидания